Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня мы зададимся вопросом, разве Евангелие разрешают члены вредительства. В нашем рассуждении мы будем отталкиваться от Евангелия от Матфея, 5 глава, 29 и 30 стих. Прочитаем этот отрывок. «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену». На что надо обратить внимание в этом тексте? На то, что говорится о правом глазе и на то, что говорится о правой руке. Почему так говорится? Чтобы ты понял, что речь идет не о глазе и не о руке, «Ибо если правый глаз тебя соблазняет, тебя и левый соблазнит. Если правая рука тебя соблазняет, тебя и левый соблазнит». И чтобы ты понимал, что речь идет не о глазе, не о руке, то и говорится о правом глазе, о правой руке. То есть иначе говорится. «Если что-то тебе или кто-то дорог, как правый глаз или как правая рука, но это что-то или это кто-то ведут тебя путем погибели, лучше прервать отношения, лучше не касаться этих предметов». Надо помнить о том, что когда Бог сотворил человека, то Господь сказал, что все весьма хорошо. Если бы вина падала бы на наше тело, на любую его часть, то косвенно вина бы падала на Создателя тела, на Бога. А когда Бог сотворил человека, Он сказал «хорошо весьма». Поэтому мы не можем обвинять Творца и Создателя. То, что Он что-то не так создал. Грех – это всегда свободное произволение человеческой души. И вот Илари Пиктовийский пишет, «Чем безгрешнее становится человек, тем совершеннее его вера, ибо мы призваны избавляться не только от наших собственных пороков, но и от возникающих извне». То есть грех зарождается не только внутри нашей души, но и какие-то соблазны извне. «Ведь мы терпим осуждение не по причине того, что согрешают члены тела. И левый глаз повинен не меньше правого». Действительно, бесполезно осуждать ногу, лишенную похоти, когда нет причин для ее наказания. Но поскольку мы состоим из разных членов, однако все имеем одно тело, нам повелевается отбрасывать или скорее даже исторгать из себя привязанность к наиболее дорогим нам людям, если мы обнаруживаем в них что-то такое, что не позволяет нам общаться с ними. Чтобы не стать соучастником их грехов. Поэтому лучше лишиться даже самых полезных и необходимых членов наподобие глаза или ног, наподобие, но не глаз и не нога, конечно, чем из-за порочной привязанности дойти до общения с огненной гиеной. Конец цитаты. Таким образом, причину возникновения зла, прежде всего, мы видим в себе, в своей душе, но не в своем теле. Потому что многие великие подвижники в теле стяжали святость, великую святость. И тело им ни в коей мере не мешало. Мы знаем, что первый человек, который живьем зашел на небо, это енох. Человек из плоти и крови. Кстати, он был женатым, имел детей. Семейная жизнь тоже, как Золотаус пишет, нисколько не препятствовало ему живьем зайти на небо в теле. Потому что в самом теле нет никакой вины. А о духовной жизни еноха сказано, что он ходил пред Богом. И не стало его, и Бог взял его к себе. Ходить пред Богом – это жить с ощущением, что над тобой есть око видющее, ухо слышащее и книга, в которой записываются все твои деяния. То есть жить, как в присутствии Бога. А не сваливать вину. Это у меня такой темперамент. Это у меня по наследству от дедушки или от бабушки. Это неправильно. Берегите себя.